Вот административная реформа, по большому счету, все ограничилось хаосом министерства, люди остались те же, назвались по-другому и так далее. То есть можно ли в принципе говорить о том, что в Украине ведутся сколь-нибудь структурные системные реформы? Да, я думаю, что в Украине ведутся системные структурные реформы, а люди их не понимают в силу того, что у большинства людей инерционное мышление. И они по-прежнему ждут от современного украинского государства, Украины советской, в части обеспечения социальных обязательств. На самом же деле, если мы поймем, что Украина давно принадлежит группе миллиардеров и мультимиллионеров, как частная собственность, которые во многом владеют всем в стране, всем одна и та же группа лиц, то тогда все реформы, с их точки зрения, будут практически идеальны. Согласитесь, не их вина, не вина владельцев страны, что вместе с металлургией, химией, нефтепереработкой, карьерами, шахтами, ископаемыми, полезными, им достался человеческий балласт, который нужно кормить, образовывать, лечить. Они это делать не собирались и не собираются. Если мы станем с вами на точку зрения владельцев страны, государства, то для нас самое главное провести реформы такие, при помощи которых можно эффективно, их любимое слово, максимально сократить население в стране. Максимально. Путем естественного умирания, пенсионная реформа, выдавливания из страны. Ассамблея ПАСЕ Европы дала цифру на май этого года. 6 миллионов 200 тысяч выехали в поисках заработка из страны. Это в течение какого срока? Всего. Всего сейчас за границей находится на работах 6 миллионов 200 тысяч украинцев. Им к мысли. Это было сложно понять эту мысль, сложно было к ней прийти. Нам потребовалось несколько лет для этого, чтобы понять, что государство Украина в том виде, в котором оно сегодня существует, является орудием изощренного геноцида украинцев. И чем дольше оно будет существовать, тем меньше на планете Земля останется украинцев, пока оно не рухнет. Я хочу уточнить, мы сейчас говорим о государстве как машине, как аппарате, правильно? Мы говорим... Не страна, а именно вот та структура, которая управляется. Мы говорим, настаточное слово, государство. Да. Мы вывели понятие, тоталитарный капитализм латиноамериканского типа. Это когда одним и тем же людям принадлежит все в стране. Сразу хочу сказать, речь не идет о партии регионов. Речь в принципе, как бы они ни менялись, бьют на регионы, на наша Украина, это одна и та же элита. То есть завтра придет новая какая-то партия, там кого-нибудь, и опять будет все то же самое. Поэтому наша критика не направлена в сторону, сказать, вот там регионы виноваты. Нет. Вся система с 91-го года, которая строится в стране, мы считаем, рано или поздно, безусловно, приведет к краху существующую государственность. А что же делать? Получается, что первая система, которая нуждается в действительно настоящем реформировании, это избирательная система. Чтобы, если уж мы говорим о демократии и говорим о народе как единственном источнике власти, а пока что это так, чтобы народ мог избрать себе какую-то другую власть, то тоже вопрос изберет ли еще. Владимир, существует этот вопрос, что делать? Для двух типов людей. Одни, которые для себя уже как-то это что-то поняли и приняли давно и не ждут новых выборов, как избавления, что вот теперь-то наконец-то станет хорошо. А другие люди, которым нужна только, ну молодежь, например, им только в жизни. Поэтому я отвечу на оба вопроса. На ваш вопрос, поменять избирательную систему будет можно, только если разрушить украинскую модель парламентаризма. Полностью разрушить ее. Для этого нужно разогнать парламент месяца на 24 на 36 и сделать полностью иную, иной принцип мобилизации людей во власть. Наложить ограничения различные, гендерные, имущественные цензы, количество и прочее. То есть совершенно иной принцип сделать работы украинского парламента. На это потребуется порядка пару лет после распуска парламента. Еще раз хочу повторить, подумайте, где вы будете вот с профессиями международной экономики, где вы будете работать и прочими такими интересными профессиями. Вы вместо социальных лифтов получили социальный унитаз. Потому что вы лишние люди. В стране слишком много людей для обслуживания владельцев страны. Они им не нужны. Все реформы, которые анонсированы и проводятся, затрадивают только так называемый низший класс, в который входит по отчету институту БАО «Омнибус» германского. 92% населения, низший класс. В том числе и учителя, и врачи у нас ходят, низший класс, по их видению. Они направлены только на них. Ни одна реформа не направлена ни на то, чтобы владельцы страны и их обслуга стали хоть на гривну больше жертвовать, хоть чем-то платить налоги. Не больше налогов, а хоть какие-то, хоть как-то. Идет только в все реформы, только один итог мы видим. Это сокращение социальных гарантий от тех, которые там были в Советской Украине. Как работали, не работали. Но если бы не миллионы квартир, доставшиеся украинцам от СССР, сейчас бы у нас гетто были уже. Многие бы уже не жили. Это еще ресурс, который не дает нам свалиться в страны четвертого мира. Сейчас мы страна третьего мира. Если бы не миллионы квартир, построенные в СССР и розданные людям, мы бы были уже страной четвертого мира. Вот подходим к главному. Что следует ожидать? Только одного, что все реформы в той или иной степени приведут к удорожанию, сокращению и вытеснению граждан из страны. Ну, или так, или так, или четвертого. То есть умирание. Поэтому говоря о том, что такое государство, рано или поздно все равно обрушится. То есть или диктатор, либо народный вождь, либо фрагментация, которая, конечно, до которой речь дойдет. Я думаю, вы будете у себя на телевидении обслуживать, видеть новую польскую статью, в которой есть в Великобритании, во Франции. Выборы с помощью центральных телеканалов, принадлежащих тем же людям, которым принадлежит все в нашей стране, приведут страну к коллапсу. Если можно, тогда совсем коротко, у нас меньше минуты остается до конца. В главе 21 книги Откровения Иоанна Богослова, которая является последней книгой Нового Завета, сказано, что богоизбранный и богоспасаемый народ обретет землю нового Иерусалима, на которой после этого будет продолжить свой путь к счастью и к процветанию. По нашему мнению, земли нового или небесного Иерусалима расположены на юге Украины. Это пять областей. Это Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесские области. Именно на территории этих областей в дальнейшем будет создан новый Иерусалим, который позволит продолжить развитие и земной путь для всего еврейского народа. Мало того, но именно в Новом Иерусалиме исполнится и вековечная мечта украинского народа. Это не безвиз. Многие люди ошибочно считают, что мечта украинского народа это безвиз. Это не так. Сколько этой мечте лет? Три-четыре года. Есть одна мечта, которая 25 лет существует в душе и в головах у украинцев. И называется она пенсия 500 евро. Именно это является главной и вековечной мечтой украинского народа. А одобрен ли ваш план, можно сказать, модернизации Украины теми или иными мировыми авторитетами? Безусловно. Прежде всего, наша программа полностью одобрена Лешиком Бальцаровичем. Он является отчасти ее локомотивом. Кроме этого, получено одобрение от всех трех премьер-министров стран прибалтийских тигров. И в ближайшее время мы ждем основополагающий вывод, основанный на анализе со стороны фонда Сороса. То есть, что мы видим? Что население Украины также в 8 раз больше населения Швейцарии. Отсюда исходит один вывод. Он кажется простым, но это непростой. Для этого нашей группе понадобилось много недель работы, в том числе подключая все самые супермощные компьютеры. А именно, для того, чтобы ВВП на Украине на душу населения стало соответствовать ВВП Швейцарии на душу населения, нужно депопулизировать население примерно в 6-8 раз. То есть, основной принцип реформы. Чем меньше население, тем выше ВВП на душу населения в расчете на одного человека. Могут работать не одна за другой и будут работать, а одновременно. То есть, как мы говорим, пакетная реформа. Давайте я объясню. Почему раньше эти механизмы не работали в полной мере? Именно. То есть, прежде всего, основываясь на утверждении, что когда все бедные умрут, останутся одни богатые. Поэтому, основываясь на этом, мы говорим, что депопуляция должна работать по следующим основным образом. Первая волна – это 4-5 миллионов, которые уедут за рубеж, за границу, скажем, в поисках работы. Следующая волна, мы надеемся, это произойдет с 2017 по 2022 год. Следующая волна, на которую мы надеемся, это с 2022 года по 2027. Это опять 4-5 миллионов населения. Но этого, разумеется, не хватит. Кроме этого, в нашей стране существует АТО. Ну, война некоторые называют. Посмотрите, кто погибает на войне. За последние два года в АТО не погиб ни один богатый. Это говорит о том, что путь, по которому идет наша реформа, он верен. И следующее – тарифы. Ни один богатый человек не жалуется на высокие тарифы. На тарифы жалуются те, кто находится в так называемой зоне умирания. Насколько нам известно, за последние два года нет ни одного примера, когда богатый человек умер бы от недостатка медицинского обслуживания. От плохой медицины умирают в основном бедные. От Сеула, Шанхая, Гуанчжоу на востоке и до Роттердама и Амстердама на западе. От Стамбула и Каира на юге и до Осла и Стокгольма и Петербурга на севере. Не существует ни одного публичного дома, где мы не работали украинки. То есть это опять идет на пользу реформам. Потому что при выезде сотен и сотен тысяч женщин фертильного возраста из страны, это работает на депопуляцию и в том числе на помощь реформам. Не совсем гуманной. А не задумывались ли вы над тем, что произойдет, если люди-то будут уезжать из этой страны, глядя на все это? Вы знаете, вспоминается древняя ассирийская поговорка «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Тогда еще не умели делать чистые зеркала без искажений. Дело в том, что депопуляция в стране происходит и так, но ее шаг всего 375 тысяч человек в год. Для того, чтобы реформы достигли своего успеха, депопуляция должна быть минимум полтора миллиона в год. И это не жестокий план, это единственный реально возможный план для того, чтобы Украина стала страной с самым богатым населением или с одним из самых богатых по уровню дохода населению в Европе, а то и в мире. Пур более 30-40 лет, поэтому именно и наши реформы рассчитаны с 2017 по 2049 год. Любая попытка ускорить этот процесс и увеличить темпы депопуляции могут сделать для народа идею реформ непривлекательной. Поэтому очень важна поступательность, но неотвратимость. Можно сказать, всенародную поддержку для написания программы реформ и ее запуска. Мало того, скажу, что на следующих выборах тот президент, который выйдет с этим лозунгом, который население поддерживает полностью, будет иметь полный карт-бланш на осуществление любых реформ. Вы все поспеваете. Ну, смотрите, у меня пятикомнатная квартира на Красноармейской. Вот, Яков Моисеевич был у меня в гостях не раз. Да, мы там хорошо проводили время. Пенсия у меня по выслуги 1750 гривен. Военная пенсия. А коммуналка 4,5 тысячи гривен. Сопоставляете? Как жить? Приходится крутиться. Остается пожелать только успехов. Спасибо. Стамбул, Анкара. Алмата, Астана. Также будет политической и деловой столицей. Нового Иерусалима будет Днепропетровск. А культурной столицей, культурной столицей и туристической столицей этой территории будет Одесса. Хорошо, выглядит это все достаточно логично и обоснованно. Но неужели никаких противников и никаких препятствий? Давайте подумаем, кто будет против. Возьмем Украину. Кто на Украине будет против этого проекта? Это Порошенко, Яценюк, Тимошенко, Гройсман, Кличко, Фирташ, Пинчук, Коломойский. Назовите мне, кто на Украине из значимых людей будет против этого проекта? Но голос этих людей не слышен за пределами Украины или имеет не такое уж большое значение. Но давайте посмотрим на соседние страны. С востока на запад. Возьмем Казахстан. Кто из казахстанских миллиардеров будет против этого проекта? Александр Маштевич? Тимур Левин? Сомневаюсь. Давайте возьмем Россию. Может быть президент Путин будет против этого проекта? Может быть премьер Медведев? Может быть Жириновский? Может быть Фридман? Может быть Вексельберг? Может быть Ротенберг? Кто? Покажите, я хочу знать, кто в России будет против этого проекта? Идем дальше. Германия. Ангела Меркель. Представляете, она выходит в Бундестаг на трибуну и говорит. Германское правительство считает, что новое поколение евреев не должно жить на Украине. Да сама мысль о том, что она такое могла произнести, ее вгонит в холодный пот и ужас до конца ее политической карьеры. Может быть Алланд будет против? Может быть Тереза Мэй? Может быть Дом Ротшильдов? Может быть Абрамович, живущий в Лондоне, будет против этого проекта? Перенесемся за океан? Дональд Трамп. Да, возможно, Дональд Трамп, чья дочка Иванка сейчас пришла в иудаизм и взяла себе имя Яэль. Да, именно Дональд Трамп будет против этого проекта, чей зять известный представитель еврейской династии. Может быть дом Рокфеллеров? Может быть Федеральный резерв США будет против этого проекта? Может быть магнаты Голливуда, может быть звезды Голливуда будут против этого проекта? Может быть Фейсбук с Марком Цукербергом будет против Небесного Иерусалима, где могут спастись миллионы евреев? Может быть Брин с Гуглом? Покажите мне. Мне так же интересно, кто может быть против этого проекта? Скорее всего, от Украины пойдут 4-5 главных представителей. Это Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский и Ренат Ахметов, как представители нееврейского народа, но который также может поддержать эту идею. И важно, что они донесут Папе Римскому, что это за последние 50 лет, за последние десятилетия единственный цивилизационный проект, который направлен на созидание, а не разрушение. Еврейский народ, народ Израиля с огромной болью в сердце смотрит на то, как представители власти, чиновники, из которых некоторые имеют в том числе еврейские фамилии, обкрадывают украинский народ. В Израиле все больше ширится голос на то, что нужно положить конец обкрадыванию украинского народа. А те чиновники, те представители власти, политики, которые имеют еврейские фамилии, этим дискредитирует весь еврейский народ. Но, к огромному сожалению, сегодня на Галичине существуют очень сильные антисемитские настроения. И для того, чтобы как-то их сгладить и объяснить, в том числе Галичанам, объяснить следующее. Первое. Проект Нового Иерусалима никак не затрагивает Галичину. Вообще. Мало того, мы согласились, что даже между Галичиной и Новым Иерусалимом останется пограничная Винницкая область. То есть, это нужно донести. Никаким образом еврейский народ не претендует на Галичину. Это раз. Второе. Проект Небесного Нового Иерусалима прежде всего несет счастье, благополучие, здоровье, богатство и возможность самовыражения для украинского народа. Прежде всего. Потому что именно все понимают, что именно еврейский и украинский народ являются тем ядром этих территорий. Лесню почему. Я хочу быть чрезвычайно осторожен в высказаниях, чтобы не задеть ничьи личные чувства. Это очень важно. Поэтому я иногда стараюсь подбирать слова, чтобы ненароком не обидеть ни галичанский народ, ни еврейский народ, являющийся общей частью украинского народа. Далее. Наши представители, фамилии которых я назвал вам, в том числе руководители еврейской организации шейха, подтвердили, что именно представители ООН, ООН-УПА, защищали евреев от погромов. Это было официально заверено, что мы согласны с этим. Это опубликовано. Мало того, мы согласились с тем, на выступлении, меня там не было, наши представители, согласились с тем, потому что я читал всю стенограмму, согласились с тем, что евреи вместе с галичанами воевали в рядах ООН-УПА против немецко-фашистских захватчиков. И согласились, в конце концов, тем, что именно советские войска устраивали геноцид евреев на Галичине, а евреи вместе с бендеровцами спасали евреев, мужчин, женщин, детей, от погромов со стороны советских войск. Или под ложным флагом. Хочу сразу сказать, что это не проходит. Вот, и из первого замеченного, хочу сказать, что там гораздо больше порядка сейчас в АТО, и мы пересекли десятки, десятки блокпостов, и ни разу никто у нас не попребывал ни денег, ни еды, ни алкоголя, ни сигарет. С нами обращались исключительно, корректно, вежливо. Как будто вы где-то едете, встречаетесь с американским полицейским, знаете, да? Мы чрезвычайно были удивлены тому, как украинские военные на блокпостах относятся к людям, транспорту, передвигающимся через блокпосты. Ну, постойте, ну, вы же были на трех ленд-крузерах со звездами Давида. Вы же учитываете это? Далеко не рядовой случай. Вы это как-то увязываете? Ну, да, я думаю, что есть момент. Но мы не думаем об этом. Мы не думаем, что это так. Иерусалим. А ввиду того, что совсем мало времени остается, буду отвечать коротко. Прежде всего, Украина не перестанет существовать, даже если останется 9 или 7 областей. То есть в этом отношении я считаю, что Украина абсолютно вечна. А сколько останется областей, решит народ Украины. Второе. Несколько лет назад начал работу над проектом Нового Иерусалима. И когда у нас с вами были интервью, еще тогда, более двух с половиной лет назад, я вам это говорил, хочу просто напомнить. Проектность по Украине такая. Пять плюс пять плюс пять. Когда начались события на Донбассе, ЛНР, ДНР, то все ожидали там следующей осенью, или этой весной, или к Новому году, или все. А я сел перед вами и сказал то, что большинство людей просто не захотели воспринимать. Это на 15 лет. А именно, пять лет для Украины. Первые пять лет, начинающиеся с 2014 года. Это, назовем так, гниение и разложение существующей системы, системы власти, системы государственного образования. Следующие пять лет – это деструкция и фрагментация, которые начнутся после 2019 года. И следующие пять лет – это переформатирование и абсорбация и структуризация тех новых объединений политических, географических и тематических, какие будут на месте той Украины, которую мы ее знали, начиная с УССР. Еврейский народ, народ Израиля, с огромной болью в сердце смотрит на то, как представители власти, чиновники, из которых некоторые имеют в том числе еврейские фамилии, обкрадывают украинский народ. В Израиле все больше ширится голос на то, что нужно положить конец обкрадыванию украинского народа. А те чиновники, те представители власти, политики, которые имеют еврейские фамилии, этим дискредитируют весь еврейский народ. Но согласен... Возвольняйтесь сейчас. Как-то нам сказали, будет доллар 45 при Зеленском, будет хаос в стране, будет война. Как-то, смотрите, ничего не случилось. И без... Это что? Василий Петрович, это наша с вами Родина. 28 великих, могучих, независимых государств. Я не понял, что произошло. Вам знакома теория большого взрыва? Все концентрировалось, сжималось, давление увеличилось, напряжение рассуло, температура зашкаливала, и бах! И на молекулы. Перед вами территория полураспада в хаотичном движении. То есть Украины больше нет? Ничего же нет. Я из всего... Где она? А, вот, такое название тоже есть. Кошерная республика. Ну, так, чем еще похвастаться? Вот это что такое? Вот это красивое? Это Уманская автономная республика, с ее черкасскими доминионами. Дегитимная Украина, правда, без Троещины. Как? Королевство Троещина, наше отечественное Монако. Потом та самая Украина, первая Украина, великая Украина. Была одна, стала четыре. Любой вкус и цвет. Шведская волость? Шведская волость! Бывшая Полтавская область, областная рада, пересмотрела результаты Полтавской битвы и присудила победу шведам. В смысле? Триста лет спустя? Ну, историческую справедливость восстановить никогда не поздно, Василий Петрович. Ну, а теперь серьезно. Кто будет за меня голосовать, ребят? Если я действительно, ну, пойду в президенты. Ну, поднимите руку, пожалуйста. Ну, пойдем. Ну, Леонид, ребят, вы что, все с ума сошли или что? О чем вы говорите? Разве так можно? Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал и все. Все уже готовы за него голосовать. Не надо вестись на всякую вот эту вот рекламу. Вы же выберете человека, а не йогурт. Я просто вам показал технологию, как это работает. Как можно сделать из... А что, кроме говна и конфетки другого сравнения нет? И я не мог просто подобрать. Так, дорогие друзья. Первое. Это наша земля. Другое. Русь – это мы. И война, на самом деле, иди, если вы слышали Путину, война иди за то, что они хотят стать нами. И хотят сделать так, чтобы нас не было. Они сделали наибольшую крадежку в истории в 18-м столетии. Сейчас назвали себя Русью, потому что Россия – это Русь по-грецки и по-грецки. И претендуют на то, чтобы стать нами. Они вкрали историю, они вкрали нашу идентичность, они вкрали все. И хотят, чтобы нас не было. Не чтобы даже мы стали ними, а чтобы нас не было. Но тут, перед золотыми воротами, я могу вам сказать, если вы на годы до вас вернулись, и сказать, что на самом деле Русь – Украина, або Украина сейчас. Это бренд номер один. Это одна из базовых культур всей Земли. И наш борг перед нашими предками, и наш борг перед потомками – выполнять так, чтобы этот тысячелоке гештальд закрылся наконец-то. Чтобы весь мир понимал, кто мы, чего мыmare будем, с чего мы начинали, а это Новый Иерусалим на самом деле, Киев. И 195 механизм – это醫 1953-пases. Questo тысячелоке гештальд закрылся наконец-то. Чтобы весь мир понимал, кто мы, чего мы должны здесь, с чего мы начинали, а это Новый Иерусалим на самом деле, Киев. И когда... ... ...